Ежедневно сотрудники ветеринарной станции стоят на страже, чтобы инфекция, а также продовольственные товары, которые не соответствуют требованиям ГОСТа и не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу, не попадали на прилавки и в продажу. Плюс ко всему сотрудники ветеринарной станции занимаются лечением животных и профилактикой различных инфекционных заболеваний. У нас больше 140 предприятий, которые стоят у нас на обслуживании, где работают наши ветеринарные специалисты. Они оказывают услуги по выписке ветеринарно-сопроводительных документов, по оформлению. Они смотрят на доброкачественность продукции. Поэтому здесь у нас полное взаимодействие с предприятиями и предприятие к этому относится с пониманием и, так сказать, у нас есть полный контакт. Так что неблагополучная продукция на прилавке Дмитровского городского округа из-за его пределами не попадет. В ветеринарной Дмитровской станции на сегодняшний день трудится больше 60 человек. Все они квалифицированные и дипломированные специалисты. Помимо государственной ветеринарной службы у нас же на территории Дмитровского городского округа есть и производственные ветеринарные врачи, которые работают в хозяйствах, в частных ветеринарных клиниках. Все они сегодня пришли к нам, потому что в канун дня ветеринарного работника, который отмечается 31 августа, мы, так сказать, будем их честовать, будем указывать на их недостатки. К сожалению, они у нас есть. И будем взаимодействовать по всем параметрам нашей специальности. В рамках праздничного мероприятия лаборантам, ветеринарным врачам и фельдшерам начальник отдела сельского хозяйства администрации Алексей Бугаев вручил благодарственные письма главы Дмитровского городского округа. Поздравить дмитровских ветеринаров приехал и начальник государственного учреждения ветеринарии Московской области, территориальное ветеринарное управление номер два Юрий Грибов. Дмитровский городской округ уже на протяжении длительного ряда лет благополучен по заразным и особо опасным заболеваниям. И даже такое социально значимое заболевание, которое регистрируется в других районах Московской области, как бешенство, уже более трех лет не регистрируется на территории Дмитровского городского округа. И вот это благополучие – это большая работа всей ветеринарной службы в целом. В этот день в зале присутствовали ветераны профессионального труда, которых встретили громкими аплодисментами. Это люди, которые всю жизнь посвятили работе с животными. Действительно, работа ветеринара нужна и важна. Они трудятся и днем, и ночью. Всегда спешат на помощь к тем, кто безмолвно любит и порой не умеет просить о помощи – нашим четвероногим друзьям. Конечно, я хотел пожелать здоровья, потому что здоровье – это сейчас важно. И наши специалисты следят за выполнением определенных требований, которые нам Роспотребнадзор вменяет всем. И наши сотрудники на предприятиях следят за соблюдением этого. Поэтому хочется пожелать всем здоровья. Ну и, конечно, здоровья питомницам нашим меньшим, естественно, потому что мы непосредственно с ними работаем. И хочется, чтобы они все были здоровы и приходили к нам только для профилактики, а не для лечения. После торжественной части сотрудников Дмитровской ветеринарной станции поздравили лучшие творческие коллективы Дома культуры «Современник», ансамбль «Задумка», фолк-ремикс и участники коллектива академического пения «Примавера». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...